Работа по информационному противоборству в этом направлении мы работаем. Не скажу, что мы тут добились больших успехов, но без информационного обеспечения той работы, которую мы военные в стране ведем, без той работы сегодня невозможно. Это не будущее, это уже настоящее. И мы где-то уже подотстали. Поэтому нам надо усиливать работу по направлению информационного противоборства, потому что война не будет чисто горячей там со стрельбой и прочее. Война всегда будет носить, она уже носит комплексный такой характер. Это и экономическая война, это информационная война и горячая война. То есть это вот такой вот гибрид, гибридные войны. Поэтому надо развивать все направления, как бы нам не было сложно. Но принято говорить, что те сильные страны и с ними воевать невозможно, которые имеют не только мощь военную, но и численность населения. Так вот, сегодня характер войны меняется настолько, что от численности населения того или иного государства будет зависеть, но не столько, как это было раньше. Надо воевать не числом, как умением, как когда-то говорил известный наш полководец. Но это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и по численности такое небольшое государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам. Но еще раз подчеркиваю, горячая война – это то, что мы умеем делать и будем делать, не дай бог, если придется. А вот и информационное противоборство, которое предшествует любой горячей войне и сопровождает любую горячую войну, любое военное противостояние, как у нас принято говорить. Это информационное противоборство, оно очень важно. Спасибо.